Дорогие друзья, мы сейчас находимся в Стэнде Кападопера. Это наша любимая фабрика по поводу мебели и интерьера. Сейчас с Анджелом мы будем вам показывать, какие новости это году. Но каждый год эта фабрика показывает всегда то, что это интересно. Это специфическая тема для фабрики, что это всегда показывает то, что это необычно. На фасаде можно видеть новые обрабатыванные фасады. Система открывания очень удобная. Внутреннюю структуру это шпонирование. Спинка зеркальная. И здесь можно выбирать и внутреннюю, и снаружи, любая отделка, любой цвет. Здесь можно видеть новое маленькое удобное кресло. Она, как из Пиласии, это 60-го года. Она достаточно элегантная, комбинированная с этими наши стульями. Но вот этот стол, это новая отделка с резином. Называется материал по разной цветовой гамме. Оно очень показывает, как металлический, а по факту деревянный стол. Вот туда можно видеть комбинированные концепты. Наша система шкафы. Отделка показывает, металлический отделка, как металлоликвида по-итальянски. Пойдем дальше. Здесь это уже то, что уже было. Но вам покажу, как приятно смотрится толщина фасада. И то, что можно выбирать отделку изнаружи, внутреннюю. И смотреть, какая система конструкция. Наши двери, фасады, они идут с алюминиевой структурой, что она легкая, и она остается всегда ровной. Пойдем дальше здесь. Здесь тоже система мебели с этими дверцами. А здесь отделка на софт-тач, очень мягкая. И здесь можно показывать внутри такой мини-бар со сполькой из кореан. В том числе система для стеканчики, тоже из кореан. Спинка и боковины стекланные, зеркальные. И можно выбирать любой свет и снаружи, и внутренний. И еще покажу систему конструкции фасадами. Дальше. Вот этот стол мы уже показали в прошлом году. Здесь отделка это резина. Это ручная отделка. Здесь можно выбирать любой свет. И комбинировать с этими скафами, которые идут в купе. С этими очень тонкими боковинами, металлическими. И здесь из 5 лет. И смотри, какой красивый результат. Получается легкая система по спинке и боковине. И столезница такой. Теперь идем дальше. Вот здесь две маленькие журнальные столики. Отделка по металлу-ликвиду. И две разные мраморки. Тоже это красиво. Это уже стандартно. Но показывает, как можно отделки элементов комбинировать. Без ограничения. И по цвету гамма, и по размеру. Но видно, что это очень тонкие, очень аккуратные. По диагонали. Это очень специфическая фабрика. Кападобра любит делать всегда очень аккуратно. А здесь, что касается, вот этот шкаф. Это квадро. Вот такой мягкий красивый свет внутренний. Новости. Это что касается фасада по пирамиде. И отделка по металлу. Теперь я предлагаю, что Анжела, она будет продождаться. Показывает, что касается шкафа. Очень интересно. Система открывания и фасад отделка. Я сейчас вам покажу новую систему открывания. Это именно шкафы и гардеробни. Которые фабрика Кападобра предлагает в этом году. Начинаем, наверное, с шкафа. Вот у нас очень интересная отделка для фасадов. Она, конечно, рельефная. Это лакоматовый. Покажу вам внутреннюю систему. Здесь мы видим, конечно, разные комбинации. Можно, допустим, добавить полки. Система кремайера, которая позволяет, конечно, выбирать высоту, которую нам нужна. И, понятно, разные ящики для удобства. Это можно еще для обуви, допустим, или какие-то вещи, которые можно хранить внизу. Чтобы было удобно их доставать. Туда видится отделка как пирамида. Да, отделка очень интересная. Это как пирамида. Это рельефно. Я думаю, что видео передает красоту. Ну, понятно, здесь белый цвет. Но, в принципе, можно в любом цвете. Еще она очень интересная. Фабрика в этом году показывает комод. Очень-очень длинный. Я вам покажу, как внутри открывается. Очень тонкая, конечно, еще рамка. Мы видим по бокам. Вот. И внутри очень интересно, потому что у нас два ящика. Да, одновременно открываются. Ну, еще, конечно, вот смотрите на фасад. Опять же, да, у нас очень интересная система. Здесь, понятно, три ящика, которые открываются. Это также матовый лак. Можно, в принципе, в любой отдельный фабрик с капотом. Еще один вариант комод, который фабрика прилагает. Здесь, опять же, у нас рельефная система. То есть, очень интересно, приятная детка. Просто другой рисунок, да. Здесь также мы видим, как все открывается. Очень удобно. Интегрирована ручка идет внутри. Именно здесь, да. Очень удобно все открывается. Плавно. Механизм очень интересный. Еще в этом году фабрика прилагает шкаф скрытого типа. То есть, выглядит, как будто это бузыри. На самом деле, это шкаф, который открывается при нажатии руки. Автоматическая система. Механизм очень удобный. Опять же, вот интересно, потому что можно полностью открывать шкаф. Как будто это бузыри. Но на самом деле, это полноценный шкаф, где можно хранить вещи. Еще в этом году фабрика прилагает система полков. Они очень интересные, потому что, понятно, они алюминиево-металлические. Опять же, у нас такая система, где можно поставить полки в принципе любой высоте. Очень красиво детка. Это бюджетный металл, который мы видим. Еще очень интересно идет освещение. Покажу вам еще комодик. Новинка тоже этого года. Тоже у нас жидкий металл. Тоже он интересно открывается. Внутри мы можем показать разные отделки. Все по 45 градусов. И фасадов, и корпуса. Очень элегантно смотрится. Очень минималистично. Если речь идет о комодах, я хочу вам показать еще разные виды комодов, которые в этом году фабрика представляла на висковском. Вот у нас такая симпатичная версия. Здесь очень интересная ручка идет. Вот так тоже открывается. Внутренняя отделка тоже можно менять. Это тоже матовая лапка. Можно любой цвет. Можно две ящика. Можно ящики и полка. Либо вот уже комода. Это тоже она коллекция, которую можно использовать для вашей спальни. Все очень красиво. Хорошо открывается. Вот заканчиваем. Показываем тогда, как закрывается вот этот красивый шкаф. Смотрите. Кнопочка здесь. Он закроет медленнее. Механизм очень прочный. В смысле, что это шкаф. Будет из пятна внутри стены. Он показывает, как бозери. Это компланары. И фабрика, она всегда очень гибкая. Я думаю, что когда человек не хочет использовать слишком минимализм, работать и заказывать мебель из Каппадокера, это будет очень полезно для дизайнера. Потому что фантазия. Можно играть по разным цветам. Можно адаптировать по вашим размерам. И я думаю, что это самая лучшая фабрика в Италии. Я считаю, что это Каппадоопера. И я согласна с Mauricio. Поэтому до следующего раз. Увидимся. Чао. Чао. Машина해도 активны стены. Это Каппадоопераопера.